Петр Порошенко снова удивил незнанием истории, на этот раз президент заявил, что князь Владимир оказывается крестил не Русь, а Украину, в Украинской Православной Церкви в шоке от такого казуса. Настоятель Киевского храма апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипей, светличный, напомнил лидеру Незалежной, что 28 июля испокон веков отмечается праздник крещения всей Руси. Представляю, в каком шоке равноапостольный князь, он то думал, что собирает земли русские, а тут что не земля, то Украина, что не земля, Украина. И в Суздаль подался, город основал Владимир и в Новгород уехал, и Псков со Старой Руссой, и Полоцк, а все, Украина, написал церковный деятель у себя в Фейсбук. Ранее на сайте президента Украины появились выдержки из интервью Порошенко сербскому телеканалу РТС, в частности, глава государства на голубом глазу заявил, что 28 июля будет отмечаться 1030-летие крещения Украины. Он приехал в Сербию, чтобы убеждать сербского патриарха о необходимости поддержать самостоятельность Раскольнической Украинской Церкви, которую возглавляет Раскольнической Церкви. Поддержки он не нашел, но серый, так сказать, напустил, прокомментировал Риафан высказывания Порошенко. Политолог Игорь Абов на заявление Порошенко уже отреагировали в соцсетях. Куда смотрят наркологи и психиатры, не выходя из состояния делирия, Порошенко заявил, что князь Владимир крестил щеневмерлу американскую колонию, написал в твиттер Алексей Кулаков. «Видно, Порошенко в школу забывал ходить», — предположила Валентина Домарева. А Сергей Цопов лаконично заметил, это все то, что надо знать об образованности Порошенко. К слову, президент Украины далеко не первый раз выступает с идеей восстановить историческую справедливость по своей версии. Ранее в этом году он назвал основание Москвы опрометчивым решением киевских князей. Более того, Порошенко обвинял Россию в похищении Украины Анны Ярославной и называл работы художника Ивана Айвазовского украинским наследием.